Славного дня! Сегодня я расскажу о том, что нужно делать для того, чтобы начал сжигаться накопленный жир. А для этого нужно будет включить в свой рацион как можно больше жиров. То есть вот такой парадокс, который для нас непонятен с первого взгляда, что для того, чтобы сжечь жир, нужно есть больше жиров. Я надеюсь, что смогу вам объяснить весь механизм, и для вас это станет абсолютно ясно и прозрачно, как и для меня. Начнем мы, как ни странно, говорить о жире с метаболизма глюкозы. Кратенько пройдемся по всем этапам усвоения глюкозы. Когда человек съедает углеводы, любые, так называемые быстрые, медленные, неважно, любой продукт, каша, конфета, везде, где есть определенное содержание углеводов. Они начинают очень быстро перевариваться при хорошем пережевывании. Если вы не глотаете сахар кусками, они очень быстро начинают перевариваться уже в ротовой полости. Это свойственно именно для углеводов. Далее, попадая в желудок, они очень быстро усваиваются ферментами, намного быстрее, чем те же жиры или белки. Они всасываются в кровь и в крови повышается уровень глюкозы, который, в свою очередь, приводит к стимуляции поджелудочной железы на выделение гормона инсулина. Инсулин начинает эту глюкозу провожать, скажем так, в клетки. Инсулиновые рецепторы существуют на всех абсолютно, на каждой абсолютно клетке нашего организма. И инсулин проводит через инсулиновые рецепторы, он соединяется с клеткой и проводит глюкозу в клетку, где уже в клетке глюкоза является нашим топливом. И благодаря уже расщеплению глюкозы получается АТФ. Это молекулы, так называемые энергетические молекулы нашего организма. Таким образом, в идеальном сценарии мы получаем энергию из углеводов. И это, правда, очень быстрый путь получения энергии. В том случае, если человек начинает злоупотреблять углеводами, есть часто. Дело в том, что организм может получить углеводы, сахар, глюкозу. Глюкозу может получить не только напрямую из углеводов. Организм также может получить глюкозу и метаболитическим путем из белков, используя некоторые ферменты. То есть можно съесть мясо и получить глюкозу в крови. Поэтому надо понимать, что если человек, допустим, ест белковую пищу, но очень часто, или позволяет себе постоянные перекусы углеводные, или, как говорим, белковые, но белка слишком много в рационе, если перерывы между едой очень маленькие, или глюкозы, углеводов слишком много в рационе, то таким образом получается очень высокий уровень глюкозы в крови. Что, соответственно, заставляет поджелудочную железу выбрасывать очень много инсулина, чтобы уровень инсулина соответствовал уровню глюкозы в крови. И такое высокое количество инсулина быстро схватывает всю эту глюкозу и начинает ее утилизировать. Часть, которую можно запихнуть, запихивают в клетки на выработку энергии, но там необходимо определенное количество, и все излишки тогда этой глюкозы, они начинают сначала запасаться первым делом в виде гликогена в печени. Это такое депо, резервуар, склад глюкозы в связанном состоянии в печени. На тот случай, если вдруг вы не будете есть ни белка, ни углеводов никаких в течение, например, 12-15 часов, и вот в этом случае организм не будет голодать, он будет себя прекрасно чувствовать, он будет брать гликоген из печени, с этого склада, расщеплять на глюкозу, выдавать в кровь этот уровень глюкозы, и все отлично, будет опять образовываться энергия, мы будем получать АТФ, мозг будет прекрасно работать, и таким образом человек ничего не ест, голодает, например, от 8 до 15 часов, и при этом у него все прекрасно в здоровом организме, все мы должны получать из этого гликогена, который находится в печени запасенном. Так вот, организм первым делом эту лишнюю глюкозу сопоставит в виде гликогена. Если глюкоза еще остается в крови, тогда есть еще депо гликогеновое в мышцах, на тот случай, если опять-таки человек будет голодать, ему нужно куда-то бежать, будет гликоген сжигаться из мышц. И уже после этого, если остается глюкоза в крови, то тогда она начинает преобразовываться в жиры. В анализах мы видим, как повышение уровня 3 глицеридов, в липидном профиле мы это видим, и глюкоза начинает запасаться в виде жира. Человек начинает полнить. Если все время есть избыток глюкозы, но при этом не ставит человеку сахарный диабет, у него уровень глюкозы в крови вроде бы нормальный, то это значит, что организм пока справляется, и он запасает всю эту лишнюю глюкозу в жир. При этом из-за того, что он вынужден все время выбрасывать огромные уровни инсулина для того, чтобы скомпенсировать эту высокую глюкозу в крови, у человека уже начинают на этой стадии наблюдаться признаки гипогликемии. Либо это может проявляться как резкое падение настроения, усталость, сонливость, либо раздражительность, нервозность сразу после еды, причем может быть даже и сердцебиение, учащение пульса, вплоть до тахикардии, может сокачок давления произойти. Либо второй вариант, через 1-2 часа на человека наваливается после обеда опять-таки сонливость, раздражительность на этом фоне может быть, какое-то состояние внутренней такой натянутой струны, нервозности. Вот это все говорит о том, что уже начинается первая фаза метаболического синдрома, которая начинается всегда с гипогликемии, то есть уже много слишком глюкозы в крови циркулирует, и поджелудочная железа вынуждена уже функционировать в таком напряженном режиме, и инсулин все время высокий, и резко падает потом уровень глюкозы в крови после такого большого выброса инсулина. На этой стадии может уже начинаться, как я говорила, накопление жира, а может еще и нет. То есть человек может быть худым, но у него уже есть первые признаки метаболического синдрома. Если человек не обращает на это внимание, почувствовал упадок сил через 2 часа после еды, перекусил пироженка, выпил чай с бубликами, с вареньем, то есть он все время подбрасывает в топку углеводы, чтобы вот эти состояния компенсировать. И далее развивается следующая стадия. Это уже стадия инсулинорезистентности. Организм понимает, что сколько бы он инсулина не выбросил, глюкозы все время в крови огромное количество. Он продолжает лишнюю глюкозу распихивать в жир по всему телу, в первую очередь вокруг живота, вокруг талии и на животе растет именно эта зона особенно. В таком случае клетки начинают быть менее чувствительны к инсулину. Они все неохотнее открываются для глюкозы. Все более глухими становятся к инсулину. Инсулиновые рецепторы становятся менее чувствительны к инсулину. Инсулина получается в крови много, глюкозы много, а при этом энергии мало, потому что в клетку глюкоза уже практически не заходит, и АТФ мы не получаем из глюкозы. Здесь уже ставится обычно метаболический синдром, хотя периодически глюкоза может возвращаться в нормальный уровень. Но если опять-таки мы оставляем все как есть, то развивается уже следующая стадия. Это когда уже диагностируют диабет. Постоянный высокий уровень глюкозы, не снижающийся даже натощак, когда берут анализы. Постоянный высокий уровень инсулина. Высокий уровень триглицеридов. То есть это говорит о том, что очень много глюкозы уже превращается в жир. Высокий уровень гликированного гемоглобина. О чем это говорит? Дело в том, что когда в организме очень много циркулирует глюкозы, которую инсулин уже не может никуда пихнуть, воткнуть ни в гликоген печени, ни в гликоген. В мышцах, ни в клетке эта глюкоза уже больше не попадает. Жир уже тоже переполнен из-за того, что превращается все время глюкоза в жир. Жировые депо переполнены. И таким образом лишняя глюкоза, она начинает сгущать все. Кровь становится как сироп. И такие реакции происходят при участии глюкозы. Реакции гликации, когда она начинает связываться с белками и жирами необратимо. Мы это видим, например, по высокому уровню гликированного гемоглобина в анализах крови. И это приводит уже к окислению клеток, к окислению наших мембран, к окислению и снижению функционирования ферментов, белков-переносчиков. То есть все системы, весь организм, это единая система, начинают страдать от этого огромного уровня глюкозы. В первую очередь страдают сосуды, нервы и хрусталики глаза. Это те зоны, которые особенно подвержены воздействию глюкозы. В этих зонах развивается воспаление. И наблюдайте за собой. Если есть сосудистые звездочки, если нервная проводимость ухудшается, устают ноги при длительной ходьбе, например, падает резко зрение, это уже должно вас насторожить, что высокие уровни глюкозы все время присутствуют в крови. Это может быть как одной из главных причин. Что самое опасное, что воспаление возникает во всех клетках организма, где-то больше, где-то меньше. И очень часто воспаление идет на стенках сосудов. И для того, чтобы эти поврежденные зоны в сосудах закрыть, повышается уровень холестерина. А холестерин – это как природный пластырь, который заклеивает эти зоны. На холестерин очень много гонений. И считается, что это очень плохо, когда повышенный уровень холестерина. По сути, мы пришли на пожар, увидели пожарников, которые бегают, суетятся на этом пожаре. И решили, что это они виноваты, и они осуществили этот поджог, в то время как они тушат этот пожар. Вот такое же отношение сегодня к холестерину. Холестерин – помощник. Он пасает эти зоны воспаления в сосудах. Он в сосудах закрывает эти зоны, заклеивает. Другое дело, что человек не останавливается. Это не разовые повреждения. Человек ест и ест углеводы. И уровень воспаления все время растет. Зон повреждающих много. И холестерин просто… Организм лепит пластырь на пластырь, скажем так. И получаются вот такие холестериновые бляшки, которые со временем еще могут становиться жесткими или отрываться. Поэтому винить холестерин и самое ужасное, что можно сделать, снижать жир в питании – это самый плохой вариант развития событий. Очень часто в виде высоких холестерин никто не винит глюкозу. Более того, заменяют глюкозу эту на фруктозу, например, или на другие сахарозаменители. В 99% сахарозаменители, я отдельно потом про это буду говорить в ближайшее время, вредны абсолютно так же, а некоторые, как фруктоза, еще более вредны, чем глюкоза. Глюкоза на 50% состоит из фруктозы. Фруктоза еще больше запасается в виде жира и еще менее ее может организм использовать для получения энергии. Таким образом, надо винить не холестерин. Холестерин – это просто пожарный на пожаре. Он тушит проблему, он спасает ситуацию. Надо винить первопричину, а это высокий уровень глюкозы в крови. Надо полностью отказываться от всех углеводов. В некоторых случаях приходится отказываться даже и от так называемых длинных углеводов, и от каш, и от цельнозернового хлеба, и от крахмала, где тоже есть углеводы, вплоть до отказа даже от свеклы. Бывают и такие ситуации. Бывают даже ситуации, когда человек уже настолько загнан в угол с высоким уровнем глюкозы в крови, что приходится отказываться и не только от сладких фруктов, таких как бананы, инжир, хурма, виноград, но приходится отказываться вообще от всех фруктов. И естественно, ни в коем случае нельзя есть различные диабетические вкусняшки, которые сделаны на фруктозе, на других сахарозаменителях. Кратко я об этом только что сказала, почему. А что нужно делать? Нужно убрать по максимуму все углеводы из рациона, в зависимости от того, на какой стадии находится человек. Кому-то достаточно убрать только быстрые углеводы, кому-то достаточно убрать перекусы, кому-то надо убрать вечерний прием пищи с углеводами. Это все индивидуально уже надо смотреть, корректировать, кому какая диета подойдет. Кому-то нужно на кетогенную диету перейти, кому-то на палеодиету. Есть много нюансов, но суть в том, что снижается потребление углеводов и повышается потребление жира. Потому что только при употреблении жира в пищу организм начинает переходить на получение энергии из второго источника, из жира помимо углеводов. Наши митохондрии могут получать энергию и из углеводов, и из жира. Из углеводов получить энергию проще митохондриям. И пока мы не уберем углеводы, из жира получать энергию организм не будет. Его сначала надо переучить, убрать углеводы и ввести много жиров. Особенно важны такие жиры, в которых много среднецепочечных жирных кислот. К таким жирам относятся кокосовое масло и топленое масло ги. Как делать топленое масло, я записывала видео подробное. За 15 минут можно сделать практически литр топленого масла себе на 2-3 недели. Так вот, при употреблении этих масел, кокосового масла или масла ги, можно перевести организм на получение энергии из жиров. И далее организм, научившись этому, он начинает использовать жиры, которые запасены в нашем организме, так называемые эндогенные жиры, также для получения энергии. Человек спит и при этом худеет во время сна, потому что он использует жиры, запасенные, лишние жиры, которые отложены в его организме. И вот такой интересный механизм. В итоге мы имеем, мы сокращаем углеводы, вводим много правильных жиров и при этом худеем. Не испытывая голода, не садясь на диету, мы просто меняем кардинально метаболизм. Получение энергии мы переучиваем в своей митохондрии. Одновременно становятся чувствительными рецепторы, возрождается чувствительность инсулиновых рецепторов во всех клетках нашего организма. И таким образом, когда вы даже съедаете немного углеводов, вы получаете взрыв энергии, и это никуда не откладывается. Я очень хочу, чтобы вы поняли этот механизм логичный, простой и смогли его использовать для себя максимально. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Задавайте вопросы, какие у вас есть. Всё обсудим, все нюансы. Я открыта к общению, готова делиться информацией. Жду вас у себя на страницах и надеюсь на ваш интерес к этой животрепещущей теме. Всего хорошего!